Всем привет, дорогие друзья, с вами Алексей, и сейчас мы начнем с вами рассматривать Шотландию, которая совсем-совсем недавно вышла в Казаках 3. Конкретно начнем рассматривать войска, казармы, камешни, замки, в общем, все, что касается этой нации, но я не буду рассматривать непосредственно тактику, с какой играется за эту нацию, потому как еще совсем недавно она вышла, еще я толком не разобрался, что и как, но тем не менее, мы поговорим просто о войсках, рассмотрим их положительно, отрицательные стороны, стоимость прокачки и какая у них будет, собственно говоря, защита и сила атаки. Давайте начнем с казармы. Собственно, казарма у Шотландии стоит так же, как и у остальных европейских наций. 100 камня, 100 дерева и 300 золота. Это первая казарма, вторая казарма, добавляем просто к этим значениям нолик, 1000 камня, 1000 дерева и 3000 золота, ну и так далее. Опять добавляем нолик и столько же будет следующая казарма. Как всегда, как и во всех остальных нациях, можно будет построить две казармы, третья уже будет слишком дорогая и если ее уже и строить, то очень-очень попозже. Итак, какие же войска нанимаются в этой казарме? Два вида войск, пикинер-ковенанта и мушкетер-ковенанта. Давайте начнем с первого, пикинер-ковенанта. Стоимость найма этого юнита 40 еды, время найма 4,5 секунды, 100 хп у этого юнита. Ну что, в принципе, с большего. Это обычный пикинер, но я бы сказал, что он больше похож на польского пикинера, так как у него нету в защите защиты от картечи, от ядер, от пушек, от выстрелов. То есть, собственно, он будет подвержен тому, что его будут легко уничтожать стрелки. Но, тем не менее, у него чуть-чуть повыше будет за счет этого время найма и атака. Итак, вначале он будет с 9 атакой и 0, соответственно, защитой. И если вы его прокачаете, для прокачки ему что для защиты, что для атаки нужна только еда и золото. И если вы прокачаете его, то в атаке он станет 21, а в защите он станет 12. И так как у него нету керасы, вы не сможете прокачать его ни в кузнице, ни в академии. Собственно говоря, у Шотландии такая фишка. Нельзя прокачивать войска ни в кузнице, ни в академии, так как у всех войск в Шотландии нету защиты. Нету керас, прошу прощения. Защита у них только общая. Только общая от пик, копий и стрел. Вот так-то. Ну и исключением составляет единственное это мечник, до которого мы с вами доберемся чуть-чуть попозже. Ну да, еще что можно сказать про пикинер. Пикинер, если вы играли за Польшу и видели какой там пикинер, то не особо сильно отличается этот пикинер от польского пикинера. Далее, следующий юнит в казарме это мушкетер Ковенанта. Найм его еда 55, золото 2, железо 7. Время найма 8. Почти в 2 раза дольше строится, чем пикинер. Почти в 2 раза. Это 90 хп, чуть-чуть меньше, чем у пикинера. Ну и начальная атака 12. Также у него нету никаких там керас, ничего. Ну это, собственно, касается всей этой нации. Можно раскачать до атаки 16. Это если брать в учет только казарму. А если брать в учет еще и академию, то максимальная сила выстрела может быть у него 25. И тут еще у нас возникает вопрос. Как вы знаете, что существует в игре еще у Шотландии замок. И вот постройка 2 замка требует 20 тысяч золота. И исследование в академии скорострельности, которая дает плюс 30%, также является по стоимости примерно идентичной. 21-1 тысячу золота. И вот встает вопрос. Построить второй замок, либо же апнуть силу выстрела. Так вот. Если у вас будет сила выстрела прокачана только в казарме до 16, и потом вы решите в академии качнуть самую дорогую, плюс 30%, то у вас сила выстрела станет 20. 20-16 и 20 это всего-навсего 4. И вот тут уже вам решать, что лучше апнуть силу выстрела в академии стрелку, либо же построить еще один замок. На мой взгляд, замок получше выглядит, так как остальных ресурсов он фактически не требует, только золота. Но все зависит от вашей тактики и от того, как вы будете играть. Ну вот и все, в принципе. В казарме только два юнита, пикинеры и мушкетер, стрелок, даже такое, так можно сказать, да? И больше войск нет. Кого из них лучше строить? Ну, естественно, это решать вам. Но, на мой взгляд, так как единственной конницы стреляющей нету и единственный стрелок, мушкетер, который есть, это в казарме. Поэтому, на мой взгляд, мушкетер, конечно, приоритетная цель. Но все, естественно, зависит от того, на каком ПТ вы будете играть. Если 0 ПТ, то однозначно копейщик. Дальше уже смотреть по ситуации. И все зависит будет от тактики. Ну что, перейдем к следующей постройке. Это замок. Это строение, скажем так, единственная нация в игре сейчас, у которого есть дополнительная военная постройка. Это замок. Первый замок вам обойдется в 300 дерева, 400 камня и 5000 золота. Каждый последующий умножайте на 4 ресурсов. И, собственно, второй замок это 20 тысяч золота. И тут стоит, конечно же, подумать, что лучше. Сила выстрела, я уже возвращаюсь обратно к этой теме, либо же замок. На мой взгляд, замок получше, потому как 4 силы выстрела, ну, что-то так. Не слишком много, но зато замок, посмотрите, сколько у вас новых юнитов будет выходить. Вот так-то. Вообще, в принципе, можно сказать и Шотландии, то, что нация требовательна к золоту и еде. Очень много требуется золота и еды. Ну, железо, можно сказать, только для коней там требуется. Но не так уж так, что... Ах! Но вот золота и еды требуется очень-очень много. Ну, давайте разберем, какие же войска можно в замке нанимать. Мечник кланов. Стоимость найма его еда 120, дерево 5, золото 8. Время найма 7,5 и 180 кп у этого юнита. Очень такой жирный. Время найма 7,5 это фактически как у стрелка, у мушкетера. И очень, в принципе, так хорошо. Очень хорошо. Плюс к тому же он жирненький такой, 180 кп. Плюс это единственный юнит, у которого есть защита от пуль, картечи и ядер. Правда, от пуль всего-навсего 2, но, тем не менее, хоть сколько. И другая защита у него есть от мячей стрел и пик. Собственно, она отличается друг от дружки. От мячей начальная 2, стрел 8 и от пик единица всего-навсего. И в топовом состоянии по защите он будет выглядеть таким образом. Мячи 17, стрелы 23, пики 16. Что касается атаки, то в топовом состоянии он 10, в топовом 40. Да-да, ребятки, 40. 40 это классно, ведь 40. Но, но, но. В атаке он очень требователь. Особенно, особенно по еде и золоту. То есть вообще, в принципе, по еде и золоту. Особенно последняя атака, обратите внимание, дает плюс 12 к атаке. Плюс 12, но стоит 8 тысяч золота и 90 тысяч еды. Как перейти в 18 век? Перед этим предпоследняя ап на атаку дает вам плюс 7 к атаке. Тоже неплохо, но, но уже в 2 раза меньше по ресурсам. А это уже полегче. Собственно, что можно сказать про мечника, вот так вот коснувшись? Что если он не топовый, то он будет проигрывать копейщикам. Во-первых, надо учитывать время найма. Может, один на один там будут свои нюансы, но, но, ребят, согласитесь, время найма копейщик, ну, где-то примерно в 2 раза быстрее нанимается. Ну, это ориентировочно. Чуть менее, чем в 2 раза, но, ну, все-таки. Ну, давайте возьмем полтора копейщика на одного мечника. Я думаю, что они его одолеют. Но в топовом состоянии он будет, конечно, силен. Ну, естественно, естественно, всего-навсего его надо для этого прокачать. Кажется, всего-навсего, а потребуется очень такое приличное по времени. Плюс к тому же, надо еще раз обратить внимание, что копейщиков вы сможете нанимать с 2-х казаров. А пока вы построите второй замок, чтобы нанимать мечников, поэтому копейщики будут иметь приоритет над мечниками. И, на мой взгляд, ну, опять-таки, в зависимости от того, какой тактикой вы будете играть, при скольки ПТ вы будете играть, это очень-очень много нюансов. Но приберечь их, не бросать их куда-то там сразу в атаку, надо отдать должное еще по скорости перемещения. Мечник — это нечто среднее между копейщиком и конником. То есть, нечто среднее. То есть, он, вот, если обратить внимание, то перемещается быстрее всего конник, потом мечник и потом копейщик. Это где-то нечто посерединке. Ну, в принципе, вот, наверное, про мечника сказал, ну, обо всем. Ну, конечно, хороший, хороший, но только в топовом состоянии. Буду это еще раз повторять, еще раз и еще раз, только вот именно в топовом состоянии. В замке есть еще один юнит, это лучник кланов. Стоимость найма его еда 100, дерево 4, золото 5, время найма 6, он быстрее нанимается, нежели мечник. ХП-150 тоже такой жирноватый, да, жирноватый лучник, неплохо у него. Надо отдать должное, что лучники сейчас прокачиваются, и атака этого лучника 20 начальная. Защиты нет никакой в самом начале, но, тем не менее, потом она ему качается до 15. И не сильно требователен он в плане прокачки ресурсов, по ресурсам, да, в плане прокачки защиты. Ну, по золоту совсем мало, единственное, там по еде могут быть нюансы. Как я уже говорил, эта нация очень-очень любит покушать лучник в атаку. Ну, тут чуть-чуть больше требует он по золоту, особенно последний ап, там почти 8 тысяч золота. Это тоже прилично по еде, но, тем не менее, с 20 можно поднять до 40 атаку. То есть, ну, очень-очень даже неплохо. Кстати говоря, забыл упомянуть про мечника, то, что мечнику можно еще качнуть в кузнице плюс 5 к атаке. То есть, у него может быть не 40, а 45 атака. Это будет вообще хороший мегаюнит, он, ну, фактически, наверное, если не с 2, то с 3 ударов будет выносить копейщика. Вот так-то. Вот, ну, опять, нанимать лучника, нанимать мечника, все зависит от того, какой тактики вы будете играть. На мой взгляд, мечник имеет приоритет. Лучник косовая, при такой же атаке, да, ну, к примеру, 40 на 40, лучник будет мазать. Единственный плюс лучника, это то, что он может уничтожать здание, да, полить их. Это, конечно, классно, это круто, здорово. Ну, и стоит его нанимать лишь, наверное, только с этой целью, если вы играете там. И вам надо неожиданно там уничтожать вражеские здания. Ну, вот, тогда нанимать лучника. Ну, это уже на ваш выбор, как вы будете играть. Пока про тактику мы говорить не будем, лишь на рассмотрим этих юнитов. Ну, теперь все, последнее военное здание, это конюшня. Это конюшня, ну, и здесь, по сути дела, все не так плохо. Можно, требует она только для постройки дерева и золота. И каждая последующая конюшня по ресурсам умножается на два. То есть, первая требует 900 золота, 3350 дерева. Дерево. Потом, вторая, 6700 дерева, 1800 золота. 13400, 3600 золота, это уже третья. Ну, и так далее. То есть, по сути дела, построить пять конюшен, у вас не возникнет никаких проблем. Но, 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 но. Опять-таки, у этой нации везде, везде требуется огромное количество золота. И, естественно, строить там, ну, две казармы построить, это, в принципе, не беда, не проблема. Потом вы построите завтрак. А дальше, дальше, что вам делать дальше? Строить, к примеру, там, мы построили три конюшни, следующие конюшни уже стоят дорогие, да? 7200 по золоту, 14400. Так вот, у вас есть, опять-таки, выбор, что построить? Две конюшни, либо один замок? Тоже такой нюанс, о котором стоит задуматься. Опять-таки, какая тактика у вас будет? Ну, потому что две конюшни, это кони, это, 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 это все-таки хорошие войска. И, ну, в общем, в общем, стоит. Вот эта нация, она заставляет очень-очень задуматься. Вот по первым сразу битвам я не сказал бы, что это какая-то имбовая нация, да? Ну, ни в коем случае. Она не имбовая. И она, наверное, не отстающая, да? Которая там в самом ползет где-то в конце, да? Поэтому тут такая нация, наверное, она будет иметь преимущество где-то в первых, там, особенно при ПТ-0, там, да? При ПТ-10, наверное, даже не при ПТ-0, при ПТ-10 за счет того, что можно будет построить там замок, казарму, да? Но за счет этого, конечно, эта нация будет иметь серьезное преимущество. Вот, ну что, давайте разберем, какие войска нанимаются в конюшне. Так, ну, первый это конник, это рейдер. Стоимость найма его еда 140, золото 6, железо 2. КП у него 290, время найма без подковы 25,5 секунд, с подковой 17. Стоит отметить то, что подкова сейчас не 50% времени сокращает найма, а 33%, то есть уже всего лишь третью часть. Это рейдер, это он, в принципе, оправдывает свое название, это конник для рейдов. Скорость его примерно такая же, как там у сечевика, крылатого гусара, очень-очень быстрый юнит, с неплохим количеством ХП, с неплохой атакой. Был, кстати, баг, этот юнит не мог прокатить, ну, он качался в конюшне, но не отображалась атака у него. Сейчас это все поправили, и сейчас это все хорошо. Начальная атака у него 11, и, в принципе, так же, как и у остальных наций, у него нет никаких ни кирас, вернее, как и у остальных войск нет никаких кирас. По прокачке, по прокачке очень-очень-очень-очень-очень легко качается, по сути дела, его прокачать, ну, не составляет вообще никакого труда. После 20 ПТ у него может быть 31 атака и 12 защиток, то есть его можно прокачать вот спокойненько. Это такой конник, которым, ну, в любом случае рейдовые конники, которые предназначены для рейдов, ими надо уметь воевать, ими надо уметь играть на скоках. Это не так-то легко, как может показаться, но, тем не менее, они просто требуют большего контроля. Но, тем не менее, за ними надо просто следить глаз да глаз, а так, в принципе, они наносят очень-очень много урона сопернику, потому как могут захватить шахту, вырезать крестьян, и этот садник, он, в принципе, не исключение. Достаточно большое количество ХП, где-то он может даже танкануть за счет ХП, ну, и где-то, где-то кому-то забежать, кого-то убить. Вот, в отличие, допустим, от тех же, например, от того же Сечевого Казака, вот рейдер качается намного-намного быстрее. Итак, ну, есть еще один конник с копьем, лансер называется, стоимость найма его еда 100, золота 2, время найма 21 секунда, если сделать подкову, то 14, ну, в принципе, быстрее он строится, чем рейдер, и ХП у него побольше 320. Но тут есть одно но. Есть одно но. Этот садник, он крайне требователен к железу и золоту. Ну, просто. И к едет, кстати, тоже. Поэтому, вот тут, на мой взгляд, наверняка в топе он будет хорош, да? Атака у него будет 28, это если даже брать с плюс 5, которым можно качнуть в кузнице, и защита 15. Но при этом, вот, если обратить внимание, вот, атаку, то посмотрите, он просто-просто с ума... Последний ап на атаку 18 тысяч золота, мне кажется, его вообще нет смысла делать. Ну, еще первые два апа в атаку, ну, делаются более-менее нормально. Третий же 8 тысяч золота, ну, это с ума сойти. А что касается защиты, то уже третья защита стоит 10 тысяч золота, нет, прошу прощения, железа, и 65 тысяч еды. То есть, ну, если еду, мы понимаем, сейчас немножечко апнули, еду попроще добывать, то вот по железу он просто-просто жрет очень много железа в защиту. И поэтому, на мой взгляд, рейдеру здесь лучше отдать предпочтение. У лансера всего-навсего на 30 больше хп. Чуть-чуть быстрее он строится, да, вопросов нет. Но у рейдера скорость, у рейдера атака больше, рейдера вы без проблем прокачаете. То есть, я бы отдал предпочтение рейдеру. Вот без каких-либо таких вот даже... Не знаю, как бы, вот просто отдал бы предпочтение рейдеру, и все, лансер наверняка будет хорош, если его прокачать. Я тут даже спорить не хочу, но, блин, это столько ресурсов. Лучше прокачать уже за эти ресурсы мечника, построить лишний замок, там, я не знаю, лишнюю конюшню, в конце концов, и нанять побольше еще рейдеров. Ну, это мое мнение. Ну, давайте еще, в общем-то, подведем черту под войсками и под особенностями Шотландии. Первое. Это то, что войска все фактически без кирас. Нет, не фактически. Все войска у Шотландии без кирас. Вот абсолютно все они без кирас. Второе. Крестьяне не захватываются. Как и у Украины, крестьяне не захватываются. Так как нет XVIII века, шар можно сделать с самого начала, и стоит он всего-навсего почти 13 тысяч золота. Дорого. Дорого. Лопата. Лопата. Это то, что ускоряет на 75% постройку зданий, стоит 3000 с небольшим золотом. То есть, очень дешево. Вы можете, если вы будете строить башни, то вы можете эту лопату быстренько взять, построить, и это будет здорово. Еще один нюанс такой, тоже хороший ап на еду, который дает плюс 250% добычи еды, тоже можно сделать, не выходя в XVIII век, так как нет этого XVIII века. И так как эта нация требовательна к еде, я вам посоветовал бы делать этот ап как можно раньше. Ну, опять-таки, все зависит от того, на каких условиях вы играете. Какое у вас стартовое ПТ. Вот так-то. Ну и, наверное, больше нечего говорить про эту нацию. Очень такая разноплановая нация. Очень мне она понравилась тем, что она вот абсолютно не такая, как все остальные нации. Вот за это я люблю, в принципе, нацию. Такие нации, как там Украину, Жир Турции, они мне нравятся. Да, Польша мне нравится, Россия. Это то, что они не такие клонированные, как вся европейская вот эти вот нация. И это тоже мне нации, по сути дела, понравилось. Единственное, надо найти еще к ней ключик и разобраться, как же все-таки за нее играть. Да, есть некоторые нюансы. Я не понимаю Лансера, почему он стоит так очень дорого по прокачке. Рейдер получается привилегированнее. Ну, я да, я предполагаю, что Лансер имеет преимущество против копейщиков, потому что Хойна с копьем, он будет в этом плане хорош. Ну, его же прокачать в топ, это просто с ума сойти. Вот так. Ну, в любом случае, буду делать тесты, буду разбираться с этой нацией. На этом я, в принципе, буду заканчивать. Всем, ребятки, спасибо за то, что смотрели. Всем спасибо за подписку и лайк. С вами был Алексей. Всем добра и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok